так всем привет дорогие друзья сегодня у нас будет игра против сатаника 15 или 16 лет в виде сопер арк на форме у нас против достаточно сложная игра разберем целом что происходило происходит по линиям что значит у меня переводит 500 ранга зевсюля троечка у меня это человек который был он 200 ран капал у него всегда играет на тройке зевси и тройки джекира ребят кто говорит про металла героев человек овощи все равно он просто 200 ранг на джекира и зевси тройки апает папа числю что против шторма значит начнем закупа мой дефолтный закуп 4 ветки или 3 ветки и танго с ферриком иногда цирклетку одну беру больше не беру потому что слишком дорого а сато по сути не так много дает короче одинаково же цирклетку и ветки многие спрашивают типа цирклетки ветки одинаково дают статов допустим 1 цирклетка да это как две ветки только стоит дороже гораздо понятно что мы ветки съедаем танго и так далее что потом пропадает мы же не опаем цирклетки как раньше там в нулик или брейсер это кстати нага тройка нага тройка в пабе не первый раз встречаю это бывает люди когда не пикают вы точнее пикают вот где же как идет капитан драфт ну и катан драфт как он называется и поняли после титанчиков начинается то что без ролей и люди из роли не могут определиться и на тройку идет человек который просто берет своего героя на игре играет на нем просто берет на троечку своего героя так что здесь возможно такая же ситуация можно глянуть принципе либо он просто да да скорее всего так и есть иногда я видел просто ногу тройку который там тройки под на этом двадцатых пятьдесяток ранга брали а иногда вот когда просто роли люди не делят не самой героя ну как я я магнуса и в эрку беру на кире и просто катаю на кире когда нет корова в игре и два или три мидера что приходится делиться идти и виндрей достаточно не такой плохой наши раньше когда на кире играл так что вот так вот против форма дефолтная раскачка можно я подумал насчет стика то есть но стик это более терпильный закуп принципе можно как против отрайдера сик покупать на что шторм спамят первым скилом прям за он с первого уровня спамят то есть против героя которые спамят с первого левела можно пытаться брать ну я все равно не люблю брать потому что это отдаляет даггер тоже иногда по таймингам на ранней стадии когда герои прохорошена на линиях тебе быстрее даггером 200 монет иногда очень бывает за решает что раньше полетишь убивать ласочку сайте он узнал но stick это твоя твое спасение по лесам и и в целом в миде 11 то что сейчас как если бы убрали у мидеров возможность ой саппортов убрали возможность рефилить бутыл помогать да то это очень бы решало я думаю то есть как раньше а сейчас ты возьмешь stick и неважно вражеский саппорт просто пролетит бутылку ему забудет а твой не прилетит или наоборот к тебе прилетит а к нему нет это стик обнуляется мне обнуляется не совсем не совсем обнуляется но как бы он те стопроцентную гарантию не дашь от его порезанный перетирать хотя его так уже перебил но тинкер шторма перебивать если он не мега аккуратно стоит на шторме вот и если саппорта не помогают топе кстати дефс троечка 20 на 2 сатаник ну сатаник мега затронут я сколько с ним играл последние игры то есть малый потеет он он не как дефолт керри знаете там он сидит колит кстати игру сидит знает силу темп когда можно напасть когда он не бьет вот что мне нравится он не бьет лес 40 минут то есть он поэтому рейтинг и апает свой то есть он понял я думаю это тоже когда то что керри должен всегда покупаешь шмотки реализовывать их они просто так с ними бегать лесбий то же самое как миль и вот есть плеера на ноги несколько раз играл споймеры на ноги которые там 500 и ранги 700 и не 30 нога по 1000 игр и не берут вот на 20 тараску 20-23 и они просто до конца у цели тут кильчик хороший с этого ранга прибил но мне хватило по дэмоджу он не нажал не стики не фэйрик почему-то бывает такое пивка бахнул 130 пивка бахнул вечером руки не слушаются кстати потеряющий много крипов это самое главное самое главное вот то что меня спрашивают люди почему этом типа обмеди убил нет выиграл покатки что-то не идет и тайминги плохие но по сути это же влияет все допустим ты бывает килл в виде делаешь ты убиваешь врачского мидера он теряет пачку крипов по таварам а бывает когда его убиваешь у ничего не теряет он не теряет эту экспу ничего ты там чуть чуть выигрываешь нам для себя денег xp он по сути также в кайфах находится то есть не критическая какая-то там ошибка от него вот так что я рассказывал короче я люблю играть скорыми которые по таймингу по предметам не бьют до конца лес под кату скиллов он также у нас в не так же он берет шмотки по таймингу ульты он старается себя кого-то найти киев убить ну это с другой стороны и предсказуемо то есть ты понимаешь как он будет играть если знаешь его гриппы то есть если на будет ждать от него от любого появления шмотки смог выход и так далее а с другой стороны от других коров предсказуемо то что не просто лесбит короче он такое вот поэтому она по трекинг хорошо понимает героя хорошо фармит находит фарм ваша одноватая с ним играл он прям хочет нереально бить грибов именно на определенной минуте вот на ранних то есть я играл с ними дано на линии он игрался на линию на ноги играл он вот этот весь лес фарм насколько здесь раз два три 4 5 стаков он линию фармил 6 7 8 9 10 и 11 11 стаков он хотел бить и чтобы вы понимали когда я на а у меня тройка бьет вот этот вот эти стаки и вот этот а я мне что бить а получается линию на линии линию мид бью и вот эти два забираю и он игрит ты можешь их не фармить типа игры братишка что у тебя мидер будет делать что я должен делать что я должен делать когда тройка чуть там дермится поела и его фармливает здесь а у меня просто даже нет он весь лес бьет грики не успеваю по таймингам я игоря что ты от мидера хочешь меня вообще типа сыграли но мы в итоге выиграли я большой глупо на что на своем настояла я много сделал это 15 килов набил там за 20 минут в итоге потому что своем настояла так бы без шмоток был так ладно вернемся к этой игре посмотрите на творчество смотрите насколько он просто фрифармит наташки но понятно что зевс стройка абсолютно ничего не делает его герою то есть зевс и еще другим ничего не делает что днем она стакала так хорошо некоторых ситуациях кстати вот когда ты даже не можешь убить герой на тинкере некоторых ситуациях очень важно вот как продамажить просто просто выгнать его просто выгнать тройку чтобы на себя комфортно не чувствовала и не комфортно стояла скажем так то есть не совсем комфортно из выгнать напрячь и далее здесь учить под напрягаем штормик а тоже получается что 4000 над ворсов но зевса тоже большой над ворс посмотрите по крипам у него дуная просто немного на темпу арки акилок много то есть получается у зевса тоже много цветов линии друг другу толкали а воде 3500 у меня 3500 3 400 на 8 на тинкере неплохо если на тинкере 1004 делаешь 10 плюс минус это уже неплохо герои не такой сильный как раньше когда-то с маршами он не должен превосходить по над ворсу все ты против тинкера если банально просто приносишь китаре свестики капли то ты на тинкере никого не убиваешь и не дамажешь так сильно то есть и лишнюю пачку танго лишнюю флаз очку принес против пинкера все ты уже не можешь загнобить русского героя но и попытку зависит из каких-то можешь каких-то нет по сути вот хорошая крона у нас на воде оставим я туда лазером хотел мне байбэкнулся кстати на зевсе чел для байбэкнулся на зевсе чтобы дать ульты и двоих убить ну с какой-то стороны он окупился то есть он же получает экспу сульты делу по всей карте вроде как если не ошибаюсь правильно поправьте меня если что вроде получает вот получил голду за двоих в на на воде вот хорошо подключился увидел момент здесь минус так алшаду демон кстати этот шагу демон на хэптс и не знаю кто это он всегда он очень часто на этом герой на играть либо он практикует его может это смурфачок сидит или еще что-то либо он практик ну вы смурфачок в плане про игроки поняли про игроков пока такие аккаунты есть я смотрю сколько здесь играм есть такое такое то есть он на этом что-то демоне и бегает катая 60 рамки даже не знаю вот не определяет на стриме кто это там получается что у нас четверка визаж с медалькой тоже против тинкера кстати неприятный героин когда был иметь его мид постоянно пикали ты очень сложно стоять у него вот это вот у него вот этот вот щит который против тинкера ну очень сильный какой-то им баланс это по я понимаю что там уровне щит но ну слои не уровне слои а у тебя чистый урон который не пробивает и ноль уронность ракетки а счетом не на 30 урона дамажат вот что у нас по таймингам и по предметам в этой игре скажите вы чего или аганим дефолт вопрос правильно правильно потому что я играю с живой и с аганимом только в патчах когда убрали марши я начал чего играть потому что раньше не играл не видел смысла вообще никакого смысла не видел брать живу когда есть маршив герой на фарм и имел также хороший винрейт час у меня винрейт 70 процентов 70 процентов это у нас 130 игр здесь до 630 игр на аккаунте все там 2000 игр вот недавно на стримчике приколы были кто видел на стриме и видел кто не видел не видел наши многие шоке что происходит многие там посты выкладывают там что тинкер крашить сервера хотя но это на стриме все прекрасно видели что это делаю не я люди которые год назад ко мне на стрим заходили додосили сначала меня я играть не мог но они хотели подшучивать над стримером так сказать и ни одного меня сейчас крашат игры еще пару стримеров может увидели в общем это но это одни те же люди ребята вроде понимающие когда вот эти посты начали писать группа по секе их попросил они как бы смотрят мой стрим имя написано было просто там 9 300 до 10000 до нитки сделайте 12000 и 1 руб лицаря но я попросил ребят не делать так типа поняли когда проигрывал игру они сидели и крашили врагу я попросил так не делать потому что много каких-то хитеров но мне по сути похуй че люди говорят то есть бывает неприятно иногда то сидишь своим атмосферам вайбом такие свои люди в смуту кита водятся что происходит не своих которые новый на стрим заходят я особо не скрываю что это с моим аккаунтом происходило там или происходит это все делается на стриме не мной кстати хороший тела стычки добил жвачку такая вот ситуация люди до которые меня когда-то додосили и меня из игры выкидывали ров или сидели пока я не зову давая слова и одни я думал то еще угар какой-то происходит представляете насколько какая сила у них если не могут просто сервака окрашивать любую команду автору не крашить что не весь сервак крашится птс и поняли один то есть это нереальная вот что по ситуации гоним чего у нас что скажу так против наги против темп лархи и шторма идеально если у тебя хороший тайминг шивы врачу потом уже не плейд или огонь не как вы знаете то что пофиксили у нас немного силовой блин мы замеряли мы замеряли в лобби то есть какого пофиксили то есть получается 5 тарасок покупаешь он тесто начального урона там или сколько наносит и плюс 180 урона надо с 5 тарасками 5 силы бьет и плюс 180 урона в течение трех тиков из града он не очень удачен я все равно добил 3 какой натворство сатаника просто 8800 просто огроменный просто огромный 6500 у вода у меня 6500 но это с учетом того что из таки забрал кстати вот по таймингам по таймингам что по таймингам у нас если у тебя шива в районе 18-20 минут это считается хороший показатель суть ошиба там к минуте там 21 22 так тоже пойдет выше уже сами понимаете то есть я когда смотрю по таймингам примерно то есть быстро шиву взять или уже не успеваю и нас будут душить и бить базу аганим делать чтобы хоть как-то т.п. наши люди с пайпом заходят на т.г. когда вы очень много проигрывать у тебя шанс есть с аганимом отстреляться ну вери маленький шанс но все равно есть какой-то ошиба и в пальминге матча просто если вражеская только собирает five но здесь она вряд ли будет собирать наши здесь нога в целом то у тебя просто ноль урона неприятно играть то есть на там минуте на 15 дарксира собираются кидом 17 минуты просто бегут с командой ты ничего не наносишь только пармить можешь что-то сатаника у нас не нравится кстати с командой один примут у нас визаж получается редкость редко чтобы у меня из этих всех за дичь роджер на титане 80 60 на это 80 и получается балансе 8 8 рангом он все балансе целом соляного так что вот так вот здесь троечка фармит у меня тоже танки лактерия это кому-то он обижает отзывается 15 лет пацанчику уже негатив не все понимают представляете когда ему 20 будет он поймет устанет знаете такой заебаны будет азы доты поймет он 20 лет уже будет горелым просто какие-то сухарик блять какой-то нахуй просто сгорать он уже знаете такой берет по ходу там обзываются чуть-чуть а там у него 4 голос ропельная с ним играл такой детский прям детский детский как будто школьник просто нереальный сидит и все угарно как он ругается чё у меня 403 получается хороший хороший над ворс неплохой я бы сказал поэтому мы здесь по возможности будем брать и и шиву скорее всего и гоним вообще в иллюзии тоже силовый блин неплох его чуть-чуть пофиксили то что аркин блин капнули и теперь в лите когда я беру шиву аганин то разумеется хочет аркин блин взять чтобы тяма на было больше на прокасты вот кстати ситуация один в один похож на как тогда было помните наде все добил кстати я не знаю там вы видели он смог прожал залетала ракетка но бывает смог доджет ракетку не бывает а доджет и если ракетка летела до смока то она бы не долетела так у нас и все добил я разрывил грубо говоря смог такое 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 17 минута у нас мистик став и броня это очень хороший таймер то есть 17 минуте берет просто мистик став это уже неплохо это уже не плохо есть хороший шансы шиву собрать но если у такой разгон еще это со стаками так бы было чуть меньше и плюс я не умирал время не терял про свободная линия боти блактор толкалась нога я подфармливаю в целом неплохо напоминаю игра я без к каста потому что не так я не я пытался играть с к кастами две-три недели играл помню некомфортно мне кнопки нажимать когда они легко нажимаются просто люблю прожимать и просто спрашиваю всегда украли мы на птице кстати умрет нет хотя дамы дамы свои закончились анлад корчет появился на ноги и на темп ларки с огромным творцом просто перебил дизель драгон лэнс очень много под закинули мы конечно неплохо еще и сейчас роджера убит ну это вообще и такое неплохое камбэк для пацанов по среди он две триста нанес за файт просто огромные и орчит на ноги и со шермом они прям хорошо нанесли дэмэджа то есть мы под закинули на тинкере тоже есть момент когда когда ты не хочешь под закидывать и смотришь на появление орчета на ноги да кстати понимаете так то играть на тинкере чем нога сильнее стала гораздо еще соло-килл для темп ларки на тощи фит какой-то мы выигрывали жестко теперь просто 6 тысяч посмотрите 6 тысяч преимущества 15 8 счет 6 тысяч преимущества врагов теке и и нормально нормально короче кто играет на ноги понимаю да в чем ой на тинкере против ноги понимаете в чем суть то есть в каком-то из патчей ноги сделали так что на сетку слип может кидать без аганима то есть раньше она кидала с аганимом сетку слип сейчас у нее поменяли я просто не понимаю как это написано потому что на аганиме еще дальность применения скорость снаряда позволяет применять свойность на спящих и не воспринимающих вами врагов к магии врагов то есть это сделали сейчас что новая способность у нее правильно в общем на китае слип сетку просто халявная я может только спасти на тинкере линка какая-то либо т.п. что потом улететь короче это стало очень неприятно это стало очень неприятно нога получила кстати чуть я включу вам ее быстрее пока но я хочу дефолтно собрать получается каю потом уже по ситуации смотрите разбираться с 1 очки разбил варта при этом убиваются другим она еще приятно фармить она где дополнительный форс дает иллюзиями которые не контролят а тут еще один вар представляете стоит офигеть один снимаю что росте на таймба конечно значение бак это в одну точку так ставят это думать что там снял vision забирая руну всегда на 21 практически всегда когда получаются и быстрее 18 сапнуть потому что соло тащить как всегда как происходят на хайп и т.с. от у меня сейчас и герой если я не тащу соло татку редко когда я ее выигрываю скажем так мне всегда приходится почему-то соло и вытаскивать ей давно не было игр чтобы я просто руки отпустил на халяву играл и мне тиммейты в они просто выиграли котел я вообще забыл про такие игры либо то что там ранг неплохой сейчас почти как у меня максимальный когда-то был на аккаунте 2 9 4 со мне это 9 600 есть два аккаунта если примерно средний за 9 500 здесь файт начался что-то демона убили будет почему-то не захотел сразу ставить крона порчи на ноги подошел дал я тоже нафиг он мог сразу на троих ставить крона он загорел мне надо там бтб все дела мы уже 11000 проигрываем кстати а все почему посмотрите на на двор слаги просто троечки и чтобы понимали я когда-то один раз на ноги тройки слуя зарандомил героя метод и нога выпала я на тройке играл и она просто так же нереально фармит как герри сли миллион раз не убивают то есть просто 15000 двор 16 у сатаника катка превратилась из легкой очень сложно знаете почему это все фигня потому что у меня здесь стройка про который рассказывал что он слил из 200 ранга до 800 я конечно могу ошибаться может быть у него 200 ранг был американский но вроде насколько я не ошибаюсь он бегал на европе 300 и там 200 какой-то ранг на джекира зевсе он играл либо пятерка и джекира либо если нет тройка джекира зевс так всегда то есть вы понимаете у меня нет героя который вперед пойдет который как тройка отыграет у меня есть сердце просто зевс просто есть с 2 каком-то из моментов можно что-то сделать забирают враги рошана 12000 преимущество 17 тысяч творственная ты не пларки еще представляете он за 23 минуты самостоятельно фармил игре он фармит очень сильно я не знаю как он там обучался какие он по любом он реплеи смотрел по любом перемещения одну одно опыт и навыки из папа когда ты сам играешь на другое то внимательно подсматривать за другими когда ты будешься что они делают то или иной момент времени как они выбирают вот на кире самое главное маршрут фарма выбирать то есть от маршрутов и правильных перемещение фарма у тебя над ворс просто огромен то есть и подключение байдера но мне на воде побоялся в шторма стать рона потому что если бы он улетел но позорился понятное дело что но в итоге нам заходят на хайграунд поток надо как-то ответить 15000 преимуществом 25 казалось бы все шансов нет ну на тинкере не такой выигрывали как говорится правильно короче на тинкере шансы всегда есть если ты умеешь играть если ты ботинок конечно нереально это шансов бывают все реально ну я очень много как много вот смотрите например ты сыграл 100 игр и 5-10 игр ты выиграл очень сложные которые уже сложно было поверить победу камбек и так далее это что у нас получается 5-10 процентов к рейтингу так сейчас у нас тут файп происходит хорошо взорвали кстати на кадере фракшена его просто выбили айгис на халяву подошибся получается 5-10 процентов рейтинга ты можешь выигрывать если не тильтуешь и играешь до конца стараешься отпушиваешь пачки камбэкаешь на тинкере и так далее то есть по любом на любом рейтинге ты можешь вытащить эти игры ты понимаешь и делать для своего рода понимаешь делать не в целом вы поняли о чем суть обдапали 18 кстати неплохой тайминг оснастся я решил сделать и play здесь вот кидать если что на своих союзников потому что потому что я увидел в убил не осмотрел и он 0 fire не хотел делать всему принципе не против того и его сделать только против меня если что я могу кидать как него и блэйт так себя не блэйт так в союзников и блэйт так и выбрать по врагу просто для дэмэджа то есть как сейв а bkb и play знаете на фишку то есть bkb и play это фишка которая ты не возьмем то есть даже если все кидает 0 fire но ты находишься при этом как там bkb и блэйт я тестил в лобби себе у нас у меня уже не помню если честно вам не подхожу можете запустить короче и плэйт 0 fire и ты у неузвимой если ты кидаешь и блэйт ой диплэйт bkb нажимаешь и кинуть а если нет урагов 0 fire то ты по-любому бессмертный тени магии и не этим не бить кстати очень хороший просто на ошибки хилл рубенчика у нас опять будет боится сайт крона вот он такой цикливенький был цикливенький по нему видно у него не кос один знаете вот вас один он для это значит что чел в доте кроме как бить крипу нихуя не понимает вот обычно вот как я говорил если я замучу всех сапов которые играют без негатива я объяснял почему то есть саппорты потны 50-кс опытом ранга который знаю что делать и кстати про наступил ай-яй-яй и кстати против птиц вот и блэйдик работает но стан хороший роджер выдал там вообще здесь короче рассказываю саппорты как плат как правило что они делают в играх есть саппорты которые там я объясняю 6 ладно четверку объясним я четверки которые играют больше как перри и фарме там переходят хорошо он выпрыгнул на войне все равно добили матемпларку отлично это такое камбэки для нас 5000 почти и когда большое преимущество врагов по любой размен даже если в 4 в 4 разменивается для вас выгоня потому что вы больше получаете по этой системе домики которые будете вот что я рассказывал я уже забыл про 0 фарбанда короче ты не уязвим если ты берешь линку и blade пкп тени и писал он ничего не сбить просто влетаешь ладно сейчас линку можно сбивать и в пкп так что чем-то сбиваешь и и без он так в целом ты не узел теперь кидаешь и плейт на себя бкп и улетаешь куда подай совместно нет врагов на любая ра вот хочется хекс здесь конечно сделай против там парки держать ее постоянно держать кайфовать пусть мы немного комплектными насчет от либо огонь и пакет иллюзии там и так далее то есть это и то хорошо будет здесь с моего с моей точки зрения не только там как сигарет собери пауза перед того купи это я говорю ребятам я иногда не могу объяснить что я покупаю ту или иную момент просто по ощущениям на интуиции знаете на игре на кунта вайбе в игре я чувствую и думаю что мне надо делать и что покупать нет кто-то единого билды все похожие но по разности степени как ты покупаешь это очень важно очень важно то сразу ты купил аганим или вот сейчас купить аганим и иллюзии наги и просто пойти их разносить за секунду либо просто купить хексы и держать в контроле наоборот героя шторма того же там пларку что очень важно то есть в чем разница каждый такой артефакт правильно это может дать тебе победу это ты самому заранее не можешь узнать картефакте больше зайдет понадобится то но кекси да почти нужен но те также может иллюзии там понадобится убийца разу на димош купол накидать там и так далее то есть такое только потом постфактум уже можешь понять что было лучше в этой игре я тоже хватит игры проиграют купил живу pipe и сижу них и разделки могу команда тоже а и по итогу думаю для иная с аганимом вы линзой просто перестрелял в чате все батят собираешь аганим все пишут чате у меня держит вас собираешь и усти спрошу дегоним почему-то а почему-то почему цар клетки не покупаешь а почему ветки столько берешь почему у тебя четыре ветки когда у тебя три танго до таких вопросов тоже много любимый мой вопрос почему не тинкер где тинкер я прихожу а тинкера всегда нет и каждый раз приходится людям объяснять что система который героев памят или память не дают потому что приходится делиться тоже ролей нет ах и птс многие не знают многие же приходят на стрим они подписываются видео там до большой же процент людей которые играют с ролями они не понимают вообще что на хайп и птс ок нет ролей они не знают этого они просто не знают я не приходят все время этот вопрос задают и разные люди потому что в разное время заходят и очень популярный вопрос вот кстати и плейд и пкп на себя просто для спасения здесь вот и многие люди этого не понимают не знают и приходится всем объясняет как попугасить повторяешь корректа еще частный вопрос а гоним шива почему не тинкер принципе это один из одни саму как дела аутоп один тинкера спрашивают берет эти я говорю я хорошо нитки и тебе откуда знать и по тишине топ-1 попал на шарме кстати они опять забрали египс у них 17000 преимущества на мне сейчас он сбил на руби кирио я бы спас вайта если бы не сбил я бы спас это спокойно блин рубики кстати плотные тоже бывают в играх очень под заебывают они до дистанции вот это в моменте могут прыгнуть четко тиреарм сейчас такое с легкое было вот моменте иногда бывает подбежать в принципе пик по игре против меня не прям сильный я бы не сказал просто потому что не доминирует сильные линии выиграли плюс меня тройка очень такая значит специфичная и они опять заходят на хэгэк вот у нас таверни 1 крона в начале игры он тогда поставил и кайфует очень на фиксах саде чуть-чуть совсем не хватает база уже трещит ваш вам нас с одинага перегнал лак но это и здесь я не даю ракетки чтобы не дисклипеть масса парень генца чипа цивили с не надо жалеть на себя бкп и блэй а не успел ему дать и блэй здесь чуть-чуть подзатупилась хорошая хрона я решил убить призажа потому что в арку вроде так убивают и они не слушали ничего нам когда них виза и тюзи и темпларка что-то ему не нравится на сатаники опять настоящая награды не могут они с таким преимуществом хотя я тинкер который без аганима который без аганима 2 2 орчидо мне дали что хотите делать я на разворотике чисто не на очке чуть не хватило демоджа я не знаю наш армия мега такое расчетчик знаете у нее счетчик голове типа он сам шим не не хватит эмоджа или он просто на покер сыграл неприятно неприятно в рубик это прыгалка он еще фуловый становится блин но тут еще реарм подсбили мне серома до конца у меня есть деньги на текс сбивает он мне это придется пока божать потому что я не знаю отрогенивается ли шторм уже жемок теории уже там долететь на базу и прилететь сюда то есть я не стала рисковать но в риск и сейчас колю как только взял текс колю сразу моментально одному не одного человека нет уверен сразу надо реализовывать не надо бить лес не надо ничего делать надо срочная реализация получится у нас алименты глянь айс только одного какого-то кора у врагов нет или важного саппорта еще что сразу надо колить чтобы сразу колем чтобы траться навязывать понимать свою силу не просто бить лес дать появиться ему и 5 на 5 драться нет нет смысла никакого так как любители некоторые там на думе против дума как и поедем был холл подождать или дум и потом драться идти они в тот момент когда когда у них скиллы чай глаз и окну что мы добираем получается огонь и потому что огонь имба как против иллюзии ноги и так против влите в целом против героев у которых по три-четыре тысячи хп становится потому что реже так но хп от максимального здоровья многие знают вас не любят агоним чего плеер это все дела на самом прогоним чего плеера и пишут типа они не видят какие такие люди они не понимают не понимают как выигрывать еще принципе саганит понимают что здесь их иллюзию бить не нападает ваша команда далеко моя также особенно надо нападать и думать когда тебе нужно когда нет позиционку держать нападать или нет когда идти на эту карту оценить в целом кто где находится слетях вере на воде идет топ ты не можешь напасть на ногу даже если хорошая позиция тебя надо ждать и наоборот если он под тобой то может спокойно нападать так что-то намечается мы видим смог я хочу напасть на фарочку чуть-чуть доджет она я думал не побегут у нас а кекс прыгнула меня ютач и нажал хорошо за кексал шторма кстати здесь попытаемся догнать но сложно без линзы прыгать он нажал по кп-паде не жалову еще если многое потерялся мог рубика подпеть сеть в игре этого со старого со стороны когда смотришь уже со стороны виднее скажем так здесь хороший килл рубика когда уже и сексом также с первым война прыгает с он думал опять час попрыгаю попрыгаю пофиг и в итоге сколько мы камбэк на нормально это было 17 тысяч нам 20 и получается вот опять игра которую это в соло выигрывает команда чуть-чуть тебе помогает и ну так как по факту ты ну он очень надо много сделать на кингере чтобы выиграть поэтому многие спрашивают там я вот тащу меня такой-то счет как выиграть на сложно бывает выиграть можно мужики сложно бывает мне тоже в том числе не только вам топе кстати парку нажала на порцию я боюсь задавить наши вот опять же ситуация в которой я вижу что 5 секунд появляются вся команда вражеская там я знаю где она находится можно давить а мне не даггера уже курсик а тем не менее правильное решение отступить максимально иногда забываешься насчет этого этом что-то не уследил еще что-то и хочется вот аганим брать это сейчас прям по любом байбэк надо держать то есть тоже не допускаете ошибки всегда смотрите чтобы вас был байбэк такой игре плюс-минус к если вы уверены что вас прям не убьют только тогда и что у нас вот пока взяли такую перерыв мы уже камбэк 0 полностью по над ворсу то есть у меня получается что у меня на здесь все поставьте 23000 над ворсу стала и на воде на зле просто из-за файта весь файт они получили бабок за него так они очень не догоняли я топ-1 там вырвался на секунду много все равно ужасно фармит имба имба патчи еще когда по еще когда карту только поменяли сделали большое сразу сказал что визу иллюзионисты много фарма просто и если запрыгнул не боясь что здесь вар создать позиционку и идеальная вышла позиционка давай да он закрывает про на парку то есть я знаю свою силу чувствую силу героя что меня не убьют я знаю чем варки нет у него есть он брошку взял он не взял мульфая или здесь то тема не кило оставлял в итоге она ноги чуть не выжил братишка я говорю береги уберегил и play бывает руинит ребят когда и play берешь но я здесь укорал уже сидел то что там не убежать никуда ему но видео и play бывает если неправильно кидаешь руинит я играл часто коры в тильте с него бывают и они прям горят ты можешь брать подкора но фокусе другую цель никакую гор допустим эту хексить а другую вот кстати бойт в игре очень сильно плакал очень сильно плакал я буду на ютубе выкладывать игры как и просто со стрима вырезки так и разбор полноценно напишите кому как интереснее то есть напишите просто что интереснее я могу каждую игру разбирать более-менее вот так анализировать там что происходит объяснять вам что происходит либо я могу просто вылезку со стрима где игру сыграл в реал лайки тот момент когда я играл так далее там не в нигу таких объяснений там будет игра где я сижу потею концы сконцентрированы на качать и почитываю момента когда время просто напишите что вам интереснее чтобы я под вас также подписывайтесь на твич-канал трансляции когда успеваете хотя тут много на раз твич-канала на ютубе переходят и они наоборот как это обычно происходит ютуберы типа яшни ютубера но свеча это у ютубера происходит так что они с ютуба наоборот напишетом аудитория перегоняется здесь эти хороя хорошая крона прям под закрывающих трон сломать что получается камбэк или камбэк или в итоге камбэк 0 пришлось 18 лог сделать очень сложно было как для меня эта игра не прям я не скажу чтобы она была сложная но мне пришлось много сделать в ней чтобы выиграть ее хочется конечно не это приятный игрок на конце ты побеждаешь но хочется конечно иногда чуть и чтоб тебе команда как бы на девочек полегче знаешь у кого-то там не любит он кого-то как как-то нагу-нагу паузе чушь и потом руинера тару и не ломал вот вот такая игру для против шторма сейчас шторм не такое скажем так опасный как когда-то считали там контрпиком нереальным но контрпиком читали помните матрицы не было сейчас матрицам к сейчас матрицей конечно чуть-чуть по-другому ситуация обстоит раньше шторм прыгал у тебя не было с его матрицы а сейчас чтобы мы убить его матрицам надо конечно постараться надо конечно ну прям прям постараться надо шторму и я бы не сказал что он теперь контрпик какой-то только если опять же только если под какой-то сап под него играет а допустим бх бежит станет ракеда это он летит в него и вдвоем бьете тинкера только такое какое-то это это в наш любой сап и любую мидер также может сыграть под сетап че какой-то но шторм просто легче долететь то есть в этом дело вот принципе на этом все у нас что принципе чё с чем мог рассказал чему показал будем еще игра выкладывать всем спасибо там ставьте лайк камин для продвижения youtube чекас чтоб старались продвигались мотивировались так далее и напишите не забывайте обязательно что вам больше интересно такой разбор полной игры либо просто как я выкладываю там нарезочку со стрима и игрулю отдельно давайте спасибо все